О чем же я хотел сегодня вам рассказать? Ну я выбрал такое название для докладов, мне на него натолкнула почему-то вот эта вот картинка с картой, где все знают, что это эмблема старые добрые ябы. То есть я неожиданно столкнулся, что мне подходит этот барин, и он такой говорит, вот что это за человечек вообще нарисован, какой-то стрёмно непонятно, почему вообще тут на мои книжки? Мы стали вспоминать. А неожиданно в одном клипе вспомнили, нашли красную шапочку, которая изображает Java, она была одета в эти цвета, и парню через этот образ стало все понятно. Итак, какие постулаты я заявлю сегодня? Ну, немножко о себе. Я Везенок Алексей, я организую в Омске кучу сеть конференций с разными людьми, мне это очень нравится делать, я учусь в аспирантуре и в области моих интересов лежат различные maps API, прогнозирование пробок и так далее. И я чаще всего решаю какие-то вопросы, связанные с многопоточностью. И мне очень нравится, как в Яве все это дело устроено. Я совершенно не парюсь о некоторых вещах, сенсированной обработке данных. И, честно говоря, восьмая Явушка, она позволяет не париться еще больше, а думать, например, о своих алгоритмах. Итак, я немножко пошерстил, мы, конечно, тут нет никаких официальных представителей Oracle, но, к сожалению, Oracle определяет так или иначе политику дальнейшего развития Явы. И хочется немножко об этом поговорить. Та информация, которую я смог выудить, та информация, с которой я смог ознакомиться с Java One, она заключается в следующем, сейчас, простите. Начнем со старого демотиватора. Какое-то время назад, все помнят страшный вопрос с покупкой Sun на Oracle, вставали вопрос в голову, господи, что же будет с Явой, никто не будет выпускать обновления, я никогда их не дождусь, давайте перейдем на какой-нибудь новый проект с каким-то новым языком, ведь ничего не будет происходить. Действительно, мне сложно сказать, насколько быстро происходил процесс выпуска новых версий Sun, я тогда был слишком мал, честно скажу, не следил. Но я проверил, как этот процесс происходит в Oracle и комьюнити, которая растет вокруг него. Мне это немножко понравилось. Я увидел такие планы по развитию, чуть-чуть устаревшие данные. Это таблички из лета 2013 года, но можно увидеть, что некоторые блоки, с которыми, может быть, из нас никто никогда не сталкивался, они продолжают развиваться. Это такие основные блоки Java, SE, те, с которыми все пользуются. Тут можно увидеть проект Jigsaw, который отодвинулся сейчас уже в девятую, он не вышел в восьмой. Но, тем не менее, это такие большие проекты, связанные со развитием Java Fx. Дальше это огромное развитие Java Fx, которые, видимо, попытаются заменить вообще всю разработку на десктопе, может быть, не дай бог, на андроиде, или еще где-нибудь, может быть, только в вебе. Но, в любом случае, это некий подход к построению интерфейсов, очень расширенный. И он в roadmap от Oracle занимает очень большое место и над этим фичами работает очень много людей, как я погляжу. И ребята не успокоятся. Java EE. Ну, к сожалению, у меня восьмая Java еще не встала, но там Gator, 2 фишек и так далее, там есть некоторые проблемы. Поэтому я не могу сказать точно, что я нашел в roadmap, что у нас выйдет скоро очень Java EE 8, и мы сможем что-то очень быстро на ней паять. Но наверняка таким приложением, которые уже долго на ней живут, такой переход может повредить. Java Embed вот это направление очень широко развивается. Несмотря на то, что здесь всего лишь один пункт, вот эта древняя мечта Явы работать от холодильника до микроволновки, по-моему, это вот этот вот способ, который придет отсюда. То есть все больше устройств работает на андроиде, андроид это Ява, пускай другая виртуальная машина. Но еще есть замечательные встроенные системы, просто холодильники на Яве. Я специально искал, да, такие есть. Это прекрасно. И можно коннектить кучу устройств. Это Java Card. И вообще заморочки с безопасностью, большее количество фиксов в седьмой Яве относились к фиксингу неких security багов. То есть за этим стали следить очень серьезно, и за криптографией, защитой данных и так далее. И какое-то время назад были нападки на Явы, что она не прикрывает все места, что есть некие утечки в стандартной библиотеке, по которым можно куда-то пробраться, что-то достать, и строить безопасное приложение на Яве нельзя. Но Oracle вкладывается. Я не могу не отметить поддержку NetBeans. Часто в холиварах возникает ситуация, будем пользоваться только IntelliJ IDE, там еще чем-то, может быть Eclipse. Не будем пользоваться NetBeans, он стремный. Тем не менее, я у него первого поигрался с поддержкой восьмой Явы, мне она понравилась. Релизы новые выходят, сервера из коробки идут, если тебе нужно разворачивать какое-то быстрое приложение. Недавно ребята сделали в одну большую красную кнопку сделать мне веб-приложение. Штука сгенерировала мне всю гибернейтовскую лапшу, весь REST и еще пару страничек. Я подумал, а что мне делать? Здорово, ничего делать не надо. Очень классная штука. И плюс там есть замечательные дебайгеры для Java скрипта, HTML и так далее. Вот мне они просто нравятся. Планы посвежее. Я увидел их совсем недавно, мне не очень понравились. Здесь уже есть разделение на восьмую и девятую Яву. Причем видно, что не все сразу. То есть параллельно выходят какие-то версии для ME, параллельно какие-то для MB и Java и так далее. Но суть в чем, что планы есть. В 2016 году Oracle продолжает что-то фигачить. Не только Oracle, все в комьюнити. И там потом кому будет интересно, можно поподробнее посмотреть про эти модули. О каких основных фичах я буду сегодня говорить? Ну конечно, это напившие уже всем оскорбленные англии. Это такая классная буква, что-то за ней стоит, попробуем разобраться. Это функциональные интерфейсы, на которых все базируется. Привет всем, условно говоря. Это ссылки на методы. Такая классная тема, которой всем не хватало. Это стримы, аннотации типов. Внезапно аннотации можно воткнуть везде. Дефолтный эстетический метод в интерфейсах. И классная API, про которую я ничего не скажу. Кому интересно работать с календарем, data time и так далее, отдельно поработайте. Есть даже планы, я порылся на Java 9 и даже Java 10. Я их объединил вместе, потому что кто знает, как это выйдет на самом деле. Это модуляризация. Разбор Java на пакетике. Проект Jaxo. Это отдельная большая история. Наконец-то появится money и currency API. Для работы наконец-то, чтобы русский бухгалтер могли свои копейки округлять. Это просто здорово. JavaFX, как я сказал, будет продолжать развиваться. Там какие-то грандиозные планы по апдейту. Мне понравилась такая вещь. Я не знаю, когда она будет включена. Проект Sumatra. Запуск на видеокартах, по сути, на различных вещах, которые позволяют вам принести часть вычислений с вашего CPU на GPU и так далее. Это очень интересная тема. То есть можно будет использовать вообще все, что считали. И вот такая вещь. Не знаю, правильно ли я ее перевел. Вот это слово я написал. Briefification. Не знаю, что это. Кто-то говорит, что отменят стирание типов runtime. То есть я не знаю, но тогда возможно исчезнет совместимость предыдущей Java. Непонятно. Ну и как самое главное, в каком-то письме одного важного человека из Oracle, в открытом правду доступе, он говорит, может быть, мы не знаем, как пойдет. Возможно, не будет какой-то обратной совместимости. Причем я не знаю, до какой Java. Может до пятой. Может еще дальше. Намного раньше, чем вышла официальная восьмая Java, с этим божем было столкнуться в IDEA. То есть IDEA начали вам что-то сворачивать, закрывать от вас нормальную Яву. И этим грешила как IntelGiDea, так и NetBeans. Я такого не замечал. По крайней мере, никакого специального плагина не ставил, он мне ничего не сворачивал. По крайней мере, иногда это раздражает, потому что ты не понимаешь, что происходит. Отдельно хочется поговорить. А как вообще Java-то производится? То есть непонятно, мы как-то пишем на ней, а что за этим стоит? Я специально исследовал процесс, подавился одним из участников этого комьюнити. Есть такая большая штука. Тут будет много аббревиатур, я могу быть не точным в каких-то, но они есть. Это GSP, Java Community Process. И представим себе такую страшную картину. Миллион всяких блоков. Самое главное в Яве миллион всяких стандартов. Мы можем видеть реализацию, это на разных платформах, на разных даже GVM. Но одно точное, стандарты превыше всего. В мире, вы знаете, есть много всяких комитетов по стандартам. Но у Явы не исключение. Причем у Явы это выглядит следующим образом. Есть самая главная вещь. JSR, Java Specification Requests. И люди работают в основном над этим. То есть люди в комитетах не сидят и не билят сразу Явы. То есть такого не происходит. Они общаются очень долго и различным способом о том, как мы там что-то изменим. Это действительно долгий коллегиальный путь. Есть всякий спек-лид, человек, который отвечает за спеку в этом участке. У него есть экспертная группа вокруг. Эти ребята всегда с ним спорят. Есть. Если они, не дай бог, приняли решение какое-то, эта группа. И другие группы их поддержали. То есть окей, мы вам это делегировали, вы сделали это хорошо. Группа подписывает контракт JSPA 40. Вам что? Так и быть. Они, наверное, что-то реализуют из этого. Если, в общем-то, захотят. Если нет, это уйдет в OpenJDK или еще куда-то. Но там... Дело в том, что для меня открытием было, что Java это вообще не... Я думал, что их пилит один Oracle, один продуктовый университ и говорит, что там будет дальше. Но тут оказалось, что огромная комьюнити очень возбужденных людей спорит о каждой мелочи. Поэтому некоторые процессы идут действительно долго. Самое главное, что эти эксперты встречаются. У них есть классные кофе-съезды. И они там говорят, ну давай посмотрим. Иногда что-то пилят, даже пробуют. Но в основном нет. Как выглядит это все вместе? Более того, основных групп несколько. ME пилят одни ребята. SE одни и такие ребята, которые пилят ME. Пускай они не так уже и важны. Они говорят, но мы вообще-то имеем право в это. Мы, может быть, не хотим сейчас вот это здесь. И все такие остальные. Окей, они же пилят ME. Мы должны это поддерживать. И должны ждать, пока уговорит меньшинство. Хороший демократический процесс. И тут самый интересный момент. Я хотел просто сказать, кто такие экспертные группы? Экспертные группы это не сотрудники Oracle. Экспертные группы это, например, Java User Group London. То есть это люди, которые очень давно занимаются Явой. Ну чуть меньше экспертная группа Java User Group New York, например. То есть люди, которые такие. Мы давно в Яве, мы знаем все трещинки. И мы можем любые вещи добавить или судить о том, можно или нет. И к этим людям прислушиваются. Правда, есть одна маленькая заковыка. В финальном совете у Oracle 10 голосов из 15. Но они прислушиваются. Долгий путь одной спецификации. Я недавно следил за одной спецификацией. Сколько дней проходит на всякие согласования. Предположим, какая-то группа выработала спецификацию. Дальше кто-то ревьюет ее. Есть определенное количество дней. Потом экспертная группа голосует. Потом экспертная группа говорит, мы можем послать спецификацию дальше. Это будет Early Draft Review. Кто-то еще смотрит, соседняя экспертная группа. Потом ее выкладывает в публичный доступ в общую рассылку. Кстати, на этом сайте в GSP комьюнити зарегано 3700 людей. Из них 1200 активно участвуют в построении спецификации. Если кто-нибудь когда-нибудь пытался писать что-то вместе с 1200 людьми, они должны это понять. Это жесть. Но при этом великий шанс, это очень похоже на научное комьюнити, не пропустить очевидную дурь. Я думаю, что языки, которые состряпали на коленке за неделю, страдают такими вещами. И в конце концов происходит финальное голосование, мы берем эту фичу в проект. Заметьте, в 40 мужчин никто ничего не подписал. Комитет говорит, да, мы можем это. И уже после этого выясняется, когда можно это реализовать. Для меня открытием было, что очень многие ребята, мужчины, женщины, старики, дети, которые участвуют в этом GSP комьюнити, и прилагают вот эти фичи, они являются одновременно участниками комьюнити для скалы, для closure. И просто иногда так получается, что ту фичу, которую в Java пока не принимают, они быстро подталкивают ее в скалы, потому что там комитет меньше, можно быстро поднести, занести и договориться, что эти штуки там должны быть. Да, Коля, это так? Я прямо фамилии нашел, я удивился. Тем самым понятно, почему Java 8 начинает стремительно все эти вещи нагонять. Перейдем уже непосредственно к фичам. Все встали от этих комьюнити-шняк. Аннотации типов. Я начну с легкого. Помните, как мы вешали разные аннотации над методами, над полями и так далее? Теперь можно их воткнуть даже перед типами. Это просто аннотации типов. У меня был тут полпункт. Слайд возник ночью, так что не переживайте. Я сейчас отойду к другому моменту. Аннотации пошли вообще в разностость. У нас была, например, такая проблема с тем, чтобы намешать несколько одинаковых аннотаций. То есть нужно было делать какую-то аннотацию аннотаций, которая работает с большим количеством. Теперь можно хоть сколько угодно вверх растить. Есть замечательный Checkers Framework. Одно из приложений для этих аннотаций типов. Что вообще с ними можно делать? А можно перед типом написать No, No или Read Only перед полем. Что это нам дает? Во время компиляции, то есть вы нажали кнопочку скомпинировать проект и не дай бог вы присвоили No какому-нибудь полю, которое было помечено No, No. Ну, оно вам выскочит сразу и скажет Нет, нет, так не надо делать. Ну, это стандарт. И в Checkers Framework. Он дополнительно ставится в вашей студии разработки и так далее. У него замечательное руководство. Потом возьмете презентацию и идите по ссылке. Самое клевое руководство из того, что есть в Java 8. Можно сразу пользоваться. Вот, я тут ставил слайд. У меня вот видно, что... А, там закрылось все. А что же делать? Видно, что я не дай бог присвоил переменную No, Str, No. А до этого она была помечена что-то там No, No. Мы присвоили, и нам такой Нет, не передавай No в No, No аргумент. Все закончилось. Это легкая была разминка. Сейчас поговорим о ляндах. Я не буду вдаваться в математические подробности. Тем более, что это не совсем настоящие лянды в Java. Зачем они были вообще нужны? Сидели люди в этих комитетах, и чего им хотелось? У меня вообще есть подозрение, что они немного пишут Java-приложения, на самом деле, в этих комитетах. Они все время посвящают свое время выработке правил. Они хотели, чтобы код был как данный. Ты его передал, что-то с него поколбасило и так далее. Хочется проще параллельно обрабатывать коллекции. Ну, сразу понятно, откуда тут ветер подул. Неожиданно пришли люди с претензиями из большого мира high-low. Мы не хотим думать о параллелизации. Все равно мы о ней по-настоящему не думаем. Давайте это будет все на уровне коллекции. Хочется возложить ответственность за распараллельно на библиотеку. То есть, раньше вы берете коллекцию на клиенте. Так, вот это я кладу в этот поток, это в этот. Ну, никто так на самом деле не делал. Все делать как-то проще. Но, тем не менее, типа ответственность лежала на вашем коде, который использует какую-то серьезную лигу. Я имею в виду стандартную в данной ситуации. Теперь вы просто говорите. Вот там код, если можешь, распараллель в библиотеке. Она там что-то делает под капотом, занимает все ваши процессоры. Я потом чуть позже расскажу об экспериментах. И самое главное, как я мог бы охарактеризовать лябры? Ну, я хочу брать вот это что-то, вот это как действие. И отдавать это что-то кому-то. И как бы эту хотелку потом везде передавать. Как образ моих мыслей по поводу того, что я что-то хочу. А не как раньше я конкретно что-то передавал. Я хочу передавать хотелку, а не конкретно что-то. Вот, ну, примерно так. Теперь более строго. У нас есть левая часть выражения и правая. То самое что-то, что мы хотим передать, это аргументы. То самое что-то, что мы хотим вернуть или получить, это некая body. Причем оформлено это может быть разным способом. Самое главное, что транслируется, это в обычный Java код. Это нужно помнить, когда вы их компилируете. Например, вы хотите сложить два числа. Вы такие говорите, у меня есть int a, int b и верни мне, пожалуйста, a плюс b. Я эту штуку могу к чему-нибудь присвоить, передать и так далее. Ну, очень удобно. Напоминает старый добрый класс какой-нибудь одной функции. Об этом позже. А потом мы говорим, ну, нам вообще нечего передавать, но передай, пожалуйста, сведения о том, что мы хотим напечатать hello world куда-нибудь. А потом такие, нет, у нас есть что-то передать. Давайте передадим вот эту строку, которую ты потом и напечатаешь. Понятно, что вот эту вещь, когда у вас один аргумент, и вы, в общем-то, знаете что-то о типах вот там, системам printl, он принимает на вход строки, можно, в принципе, эту информацию о типах опустить. А потом можно опустить и скобки, когда у вас всего один параметр. А потом можно опустить справа скобки и слово return. А можно еще что-то опустить, в конце концов у вас останется a, стрелочка a плюс 1, например, в самом коротком варианте. Не надо обращаться этим синтаксисом, на первых порах лучше ставить скобки, потому что иначе можно что-то пропустить. Особенно во время оплаты. Чего не могут лямки? На самом деле, кажется, сейчас мы начнем везде их передавать и везде использовать. Конкретно пункты, чего нельзя с ними сделать. Вы объявили какую-то перемену и такие хотите внутри выражения, например, return в скобочках, чтобы вернуть что-то с ней сделать. Устить какой-то счетчик, увеличить, понять значение и оппонент. Вы не можете этого сделать. Ваши перемены должны быть final. И даже если вы не объявили, она должна быть такая, ну как бы final, то есть не делайте с ней ничего, а лучше сразу final объявить. Тоже опять же что-то не забывать. Если вы вызвали какой-то метод, из которого всплывает исключение, им некуда деться в лямде, она не готова что-то с ними, кому ее передать наверх там. То есть есть небольшая проблема с методами, которые попробовалось, какие-то очень классные исключения. И нет способа, например, самый стандартный способ, вы обрабатываете какую-то коллекцию в вашем старом коде. Вы хотели прерваться, например, найдя какой-то элемент. Но такого простого способа сказать break или continue для чего-то нет. То есть в такой обработке. Парочка примеров. Назову первый пример. Веселые потоки. Стандартные вещи мы передавали anime class с одним методом, и теперь это можно заменить следующим образом. Ну все знают, что вовред передают runable. Ну понятно же что, у него нет никаких аргументов, у него есть метод. Давайте этому методу заставим его делать вот это. Примерно так. Веселые потоки. Можно уже пользоваться, если вы когда-то такое делали. Лаконичные обработчики. Для любителей свинга, причем именно дескопного фреймворка, можно делать классные вещи. Мне реально надоедало, хоть и не автокенерируется на пинсе, делать вот эти вещи. Сейчас она выглядит проще и напоминает мне обработчики в JavaScript, если честно. То есть ты что-то сделал, там есть штука, из которой можно что-то достать, и нужно сделать это. Намного короче, чем вот эта бессмысленная штука. Однострочковые итераторы. Оно и раньше немного это место занимало после того, что вместе с циклом for сделали в 5й java for each. Но новый способ, он как бы еще веселее. Добавил метод, опять же напоминающий JavaScript. Может еще какие-то, я просто могу только на JavaScript кивнуть. Мы такие как бы назвали вещи своими именами. Это действительно for each. Давайте мы для каждого действия возьмем и распечатаем. То есть если вам нужно в целях отладки от лямбды немножко не так просто отлаживать, иначе вам придется распечатывать чаще, чем обычно. Вам нужно будет что-то печатать. Вы можете сделать это очень просто. Что это за чудо-оператор? Точнее, что это за чудо-итератор, который все это делает и распечатывает? Совсем короткий стиль. Вот эта вот жесть, напоминающая просто страшные времена из других языков. Двойной оператор с двумя точками. Это же что-то. Это так называемый метод референс. Давайте переведем это вольно как ссылка в метод. Вы можете сказать, ну и так понятно, что делать с твоими аргументами. Давай мы тебе дадим метод, ты его и применишь к каждому аргументу. Это по сути синтаксическая альтернатива для лямбды. Я лично пока не увидел большой разницы в использовании. И об этом говорит следующая таблица. Для каждого метода референс существует эквивалентное лямбда выражение. То есть хотите пишите так, хотите так. Иногда удобнее, наверное, читать так. Причем иногда лямбда выражение, помните, оно не должно ничего делать. Вы можете просто передать им ссылку на метод и так далее. Это было бы невозможно, если бы Java не пропатчили интерфейсы. Пришлось с ними немножко побозиться. Для того, чтобы они могли поддерживать некоторые вещи. Что было раньше в интерфейсе? Только какой-нибудь суровый метод без тела. Никаких попыток множественного исследования реального кода. Что они сделали? Сделали так называемые функциональные интерфейсы. В простонародье S.I.M. Или S.A.M. Single Abstract Method. То есть теперь у нас в интерфейсе должен быть один абстрактный метод. Вот в этом функциональном интерфейсе. И сколько угодно так называемых дефолт методов. А дефолт методы могут иметь тело. В интерфейсе тело с реализацией. Мой мозг взорвался. Но без этого нельзя было бы достичь обратной совместимости. Пришлось бы делать обертки над кучей старых библиотек, интерфейсов. Даже ForEach в той коллекции был бы невозможен. Но у него был один классный метод, который позволял все это распечатывать. Добавили парочку дефолтных и стали вызывать дефолтные. Но это конечно не значит, что мы пришли сразу быстро к множественным исследованиям. Нет. Будут отдельные примеры, где мы это покажем. Вот дефолтные методы, они чисто нужны для обратной совместимости. Может их выпилят, когда выйдет 9 Java. Вторая вещь, в которой, собственно, лямбда используется. Это Stream API. Что это такое? Представьте себе, что у вас была коллекция. И раньше вы знали, что вы делаете с каждым элементом. Теперь посмотрим на эту коллекцию просто как на источник. Эта коллекция всего лишь источник. Вы начинаете неким образом идти по элементам этой коллекции, в каком порядке, пока не оговорено. И применять к ним некие операции. После того, как вы применили несколько промежуточных операций, у вас обязательно произойдет какая-то финальная операция. В этот момент все счастье закончится и вы сможете выгрузить результат в какую-то коллекцию. Ни в какой средний момент вы не можете до коллекции достучаться. Коллекция на входе неизменяемая. Любителям Unmodifiable Data, привет. Есть простые генераторы. Можем нагенерить такие вещи большими темпами. То есть вы можете получить тысячу элементов, поиграться с ними. Я использовал такие генераторы. Сделай мне стрим, который будет черпать от 0 до 10 тысяч. И играйте с этим дальше. Есть два типа. Последовательные и параллельные. Вы можете последовательно обрабатывать элементы коллекции. И тут самая фишка. Можете сказать Do Parallel, условно говоря, мне. И в каком-то интересном порядке. Каждый раз, правда, как я заметил в один. Вот. У вас эти элементы начнут обрабатываться разными кусками. То есть вы если начнете печатать, вы заметите, вот у вас выкнуло. Тут 5 элементов, тут 10, тут еще снова 5. И они были раньше. Это действительно, я посмотрел, грузит разные ядра CPU. Но отдельный момент хочется отметить. После того, как я несколько раз прогнал этот код с Parallel, я убрал эту секцию, он все равно выполнялся параллельно. То есть Parallel это по сути прямое указание компилятора, что здесь нужно параллелить. Но походу он запоминает. Ну как и многие в жизни. Итак. Немножко примеров. У вас есть source. Вы отправляете это все в потом. Как это выглядит? У вас переберена какая-то коллекция people, какой-нибудь лист. Вы говорите, стримай ее. После этого можно сделать, применить каждый фильтр. То есть не обходите все элементы и говорите, оставь мне, пожалуйста, элементы, у которых что-то там, закинь в новую коллекцию. Нет. Это все в нашем любимом стиле, верни мне то, что у тебя получилось. И после этого вы можете вызвать функцию map и сказать, давай все значения превратим в другие значения. То есть тот самый map, который ключи в ключи производит. Оставь только различные. Потом отсортируй. Потом снова map. Преврати все это, получить его имена. И для каждого for each распечатать. Вот какие здесь операции. Промежуточные, а какие терминальные. Промежуточные это все кроме for each, vmap и так далее. Можете делать разные. А последние операции могут быть, ну вот я пример приведу. Промежуточные операции. Filter, map, pick, sorted, distant и так далее. То есть вещи, которые так или иначе оставляют, может быть, вашу коллекцию еще не дообработанной что-то. Есть и финальные. Это всякие итераторы, которые говорят, ну вот в конце что-то сделай, все выведи. Или найди мне первый, или найди любой. Или пускай это будет соответствовать какой-то подстроке. Или сделай мне reduce. Вот это будет последний. Еще пример. Должны быть примеры еще. Вам нужно посчитать сумму весов. Вы берете какие-то блоки, фильтруете, говорите, что я хочу только красные оставить зачем-то. Потом превращаете это все, есть специальный оператор. Не просто map, а map to int. Вам нужно каким-то образом преобразовать это в целое число, чтобы складывать. Если вы не вызовете map to int, вам функция sum не будет доступна. Это важный момент. То есть вы должны гарантировать, что у вас из 3 будут черпаться int. И вы агрегируете их, и хоп, вы получили вот такой вот набор операций, и получили сумму. Sum, финальная операция. Ну или в другой ситуации, вообще напоминаю, мне напомнилось запросы MongoDB почему-то, но это вообще какой-то общий подход. Мы сделали некие операционные потоки и отобрали последние 4. Такая интересная вещь, для любителей пихать JavaScript везде, вызывать его везде, и при этом оставаться Java-разработчиком, есть проект на шороху. Носорог или что-то там такое. Был еще один носорожный проект до этого Арина. Движок. То есть это движок Ява-вский для JavaScript, он будет везде классно встроен, написан на Яве, значит, исполняется на JVM, значит, он точно быстрее. Конечно, не V8, но все же. Можно использовать как классы Ява внутри JavaScript, да, как и наоборот. Чем-то, кто писал тесты по G-метр, это будет напоминать вызов из пространства в нем каких-то функций. Казалось бы, зачем? Не знаю. У него вещь, что он может использовать JIT-компиляцию JVM динамического кода. То есть, на самом деле, вы, наверное, можете писать JavaScript, и говорить о том, он работает со скоростью Ява, и это будет комплимент для вашего JavaScript. Есть классная штука script-engine. Вы прямо изъявы, не дай бог, у вас остались какие-то скрипты на JavaScript, там уникальная бизнес-логика, как у меня сложение двух чисел, и вы хотите это переиспользовать. Я говорю, дай мне script-engine-manager, у которого я возьму engine-by-name, наверное, еще какие-то есть. И я попытаюсь вложить два числа, передаю аргументы, делается able, конечно, ничего другого не могло быть, и я получаю число и вывожу его на экран. То есть, вы спокойно называете JavaScript, как в этих скриплетах вашего JSP страницы. И уже итоги. На мой взгляд, Java сделала очень большой шаг функционально, но, конечно, функциональным языком программирования стало. На самом деле, можно продолжать дальше писать спокойно код, я думаю, не оглядываться. Какая вероятность, что в Pro-де у кого-то появится Java 8, даже на новом проекте. Особенно в нашем городе, наверное, мало, если только вы не начнете стартапы, не веб-проект, при этом без веб-серверов, десктоп-стартап, который будет использовать восьмую Яву и вы, это будет какой-то супер, не знаю, клиент к вашему, не знаю, там, ходу к кластерам, я не знаю, что это может быть на самом деле пока. Вот. Или у вас, не дай бог, много JavaScript кода, вам ради этого, ради нашорона нужно все поставить. У вас есть уникальная бизнес-логика. Вы, в принципе, можете, можно вообразить себе, что есть аналитики, которые пишут на JavaScript, они написали вам всю бизнес-логику, вы такие хопы, а вы не умеете понимать, вы такие хопы сразу импортировали, пожалуйста. Такая уникальная ситуация. И самое главное, об этом сегодня пойдет речь, я думаю, что зачтую эту позицию, именно диалог между Java и JVM Languages разгоняет эту вещь вперед. Представьте себе это как Титаник. То есть большие шлюпки и маленькие шлюпки, все мы спасаемся, не знаю, от тонущего корабля дедлайна. И есть шлюпочки поменьше, в которые можно слезть. Это скала, например, да, вы сели и поплыли, и она не черпнула много воды. А есть шлюпка, которая спускалась последней, это Ява, ее нищие облепило 80 человек, она перевернулась. Но если кто-то с нее уйдет, например, на шлюпку скалы, будет полегче Яве. А если со скалы кто-то перевернет на Яву, Ява загребнется. Но при этом это общение позволяет всем этим шлюпкам они связались от плыва Титаника. Вот здесь примерно то же самое. Я считаю, что именно это общение и то, что будет дальше здесь происходить, оно позволит нам сбежать с парохода дедлайна. Так, у меня нет дальше слайда вопросов. Спасибо. Если есть вопросы, запомните, у меня есть классные бумажки. Надо не стесняться. У вас есть сейчас уникальный шанс. Вот там рука. У меня такой вопрос про методы. Вы сказали, что они как бы не нужны Я не говорил, что они мне нужны. Я говорю, может быть, от них избавиться. Я не понимаю, с чем. Я где-то считал, что это делает возможным легче реализовывать всякие там joutil list, joutil map. Потому что вы можете написать парочку методов, которые вам реально для хранения данных в листе. А все остальные, ну все остальные 50%, которые от них зависят, просто напросто будут у меня не повод организации. Именно для этого мы не можем У меня простой ответ. Я не прав. Я не спрашиваю. Это так или не так? Это безусловный плюс. И то, что их ввели, как я сказал, то вообще классная вещь. Без них ничего бы не было. Но! У меня оп головного мозга. Я не готов к этим интерфейсам, у которых есть какие-то дела. За этим же придется следить, лазить в исходный код теперь в каждую библиотеку. Ну, то есть мне, абстрактно, мне этого не очень хочется делать. И я надеюсь, что вот эта временная мера, этот временный шаг, во-первых, там какие-то непонятные пути к множественному наследованию. Я как бы не за. Потому что это приводит в новых проектах к какой-то фигне. Будем честны. И вот люди начнут использовать. Люди не начнут писать свои добрые функциональные интерфейсы для других, чтобы все использовали лампы выражения. Нет, они должны делать другие, нехорошие вещи спроектировать. Я поэтому против. Это придется обрабатывать все нам. Еще был вопрос? Ага. По поводу ламп и того, чтобы сказать, что там невозможно присваивать. На примере было, что присваивание невозможно аргументов за рампу, а не дарировать новые переменные возможности. Да, это можно. Я имею в виду, что если переменная была за рамками лампы выражения, какая-нибудь переменная, и вы решили изменить. То есть, например, развели граунты, и не дай бог вы хотите в каждом элементе этот счетчик увеличивать, то вам компилятор скажет, айвер, ты не можешь изменять эту перемену, она должна быть final или effective или final. Ну, по сути, final. Ты не обязан это писать, но, пожалуйста, не меняй ее. То есть, в принципе, IDE показывают, подсвечивают все эти штуки. Эта вещь должна была быть стандарт. И вот вопрос. Есть? Ну, они такие. Про замыкание отдельно можно поговорить. Я с ними не очень хорошо разобрался. Они не такие простые, как показалось. Замыкания какие-то есть. Что-то можно замкнуть и умкнуть, и там начать себе делать. То есть, вы замыкаете копию переменной, но как-то вы, наверное, куда-то должны скопировать это значение. Ну, в общем, есть проблема. Я вот конкретно с этим делом не имел. Не могу сказать. То есть, вы реализацию сделали на анонимных классах, получается? Да. Да. Я просто старый, бывший анонимный класс и перегнал вот в эти штуки. То есть, я сразу говорю, я сам поиграл в скетчинг со всеми возможностями. Я видел примеры, люди писали нормальные замыкания, причем они поприводили на вас джаваскриптовый и джавашный. То есть, ну, как мы перегнали эти вещи? То есть, это можно, но надо играться. И еще там где-то была сзади рука. Ну, ладно. Рук больше нет, времени уже много. Всем спасибо. Сейчас мы сделаем трехминутный небольшой перерыв. Настраивать следующий докладчик. Никуда не расходитесь.